Мама, Исраэль, Адонай, Эллоэйду, Адонай, Эйха. Итак, недельный отрывок Торы называется Итро. То есть это имя тестя Моисея, Иофор, который на самом деле повлиял на очень большую возникшуюся проблему, которая возникла в пустыне. Потому что на самом деле та ответственность, та ноша, которая была возложена Господом на Моисея, она была очень тяжела. Когда человек несет сам эту ношу тяжелую, то это не совсем полезно и для человека, и для народа, за который он ответственен. Поэтому Иофор, Итро, он вложил очень большую лепту, то есть он действительно изменил все, что там происходило. И мы знаем эту историю, я не буду ее перечитывать. Я расскажу краткое содержание этой главы. Так, встреча Маше с Иофором, помощь в распределении людей для служения народу, назначение судей. То есть, да, Бог сказал, чтобы ты избрал способных, боящихся Бога, правдивых и ненавидящих корость. Ну, не просто людей, которые так где-то с проходника проходили просто или как-то случайно оказались там. То есть люди, которые действительно способные, боящиеся Бога, правдивые и ненавидящие корость. Дальше, встреча Бога с Маше и с народом, время очищения и освящения. Потому что на самом деле, что нас отделяет от Бога, это грех. Больше нас ничего не может от Бога отделить. И третье, это самое такое важное, да, и нами любимое, это 10 заповедей, правильно? И такая тишина. Все мы любим 10 заповедей, да? Но есть любимые заповеди, есть нелюбимые, да? Или мы все любим заповеди? Вот там возлюби Господа, это самое любимое, а вот ближнего как-то уже не совсем так. Или там, да, да, кто ближний? Или там не желай чужого, там, да, думаешь, ну, у того человека два дома, у меня ни одного дома. Надо, чтобы он как-то, не знаю, как-то несправедливо. Как бы вот есть не совсем любимые заповеди, да? Ну, и я сегодня тоже не об этом хочу говорить. Я хочу говорить о другом, о других вещах очень важных. И давайте я хочу зачитать сначала. Это книга «Исход», Шмот, 19 глава, с 3 стиха. Маше взошел к Богу на гору и возвал к Нему Господь с горы, говоря, «Так скажи дому Иаковлеву и возвести с сынами Израилем. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Так, если вы будете слушаться глаза моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом и всех народов, ибо моя вся земля, и вы будете у меня царственным священником и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилем». И здесь, в этом разговоре, происходят очень важные, такое судьбоносные, важные события в жизни народа и, возможно, в каждом из них. И это важное событие называется «заветные отношения». И есть разный уровень отношений, да? Есть дружеские отношения, есть панибратские отношения. Слышите такое выражение, да? Вот. Есть вообще, что вообще нет отношений никаких. И есть заветные отношения. Я хочу прочитать немножко характеристику всех этих отношений. Итак, панибратское отношение. Этот термин, панибратское отношение, подразумевает отсутствие какой-либо субординации или дистанции между людьми. То есть, их отношения свободны от почтительности. То есть, да, ну мы как бы слышали, да, что такое. То есть, это человек, который не уважает, как бы, старших, не уважает, ну, тех, кого там, ну, Бог поставил, начальствующих. Если такие люди находятся, допустим, где-то на предприятии, то предприятие, оно будет, конечно, терпеть убыток, и таких людей, ну, особо, как бы, держать не будут. Вот. И если такие люди тоже находятся где-то, ну, не знаю, в общине, в церкви, то, ну, служение, оно будет страдать, потому что, ну, панибратское отношение, оно ни к чему хорошему не приводит. Дружеские отношения. Дружба – это личные устойчивые отношения между людьми на основе симпатии, уважения, общих интересов, духовной близости, взаимной привязанности и понимания, и понимания людей, связанных между собой дружбой, называют друзьями. Но также дружба, она подразумевает отношения на одном уровне. Значит, здесь нет старших, а нет старших, нет подчинения. То есть, ну, когда, как бы, мы дружим, то есть, то, как бы, нет старших там или младших. То есть, мы просто дружим, мы просто общаемся. Вот. И этот человек, он, как бы, не может тебе сказать, не делай, не, он может сказать, но человек, возможно, его не послушает, потому что, ну, как бы, дружба – это есть дружба, да, как бы, ну, как бы, ты что, не понимаешь, как бы, ну, все, как бы, нормально. Вот. Есть то, что вообще, когда нет отношений, да, и это такие отношения связаны с незнакомцами, с гостями и с прохожими. И четвертое – это заветные отношения. И я хочу прочитать место из Писания, где на примере говорится, о какой важный фактор является в заветных отношениях. Это Бытие, 17 глава, с 1 по 8 стих. Это когда Бог заключал свой завет с Авраамом. Здесь очень, как бы, интересный момент. И здесь говорится, Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог твой, я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал, «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма-весьма размножу тебя, и произведу от тебя народы и цари, и пойдут от тебя, и поставлю завет мой между мною и тобою, между потомками твоими, после тебя и в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим, и потомком твоих после тебя, и дам тебе, и потомком твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь всю землю хананскую во владение вечное, и буду им Богом». И читая, как бы, этот текст, то мы видим, что, исходя из текста, есть одна из таких важных и главных характеристик именно, ну, заветных отношений – это верность. В тексте, да, там, может быть, не говорится слово «верность», но в тексте говорится, да, то есть то, что «ходи предо мною и будь непорочен». Для того, чтобы ходить перед Богом и быть непорочным, на самом деле нужно, ну, быть верным. Потому что мы знаем, да, в какой среде Авраам вырос, среде идолопоклонства, мы знаем, чем занимался его отец. Вот. И ходить перед Богом, чичить Бога, как Господа неба и земли, то есть по-настоящему нужно быть, ну, верным Богу. И от другого местописания тоже, помните, да, Брит Хадоша Новый Завет говорит о том, что от домостроителей требуется одно, да, чтобы каждый оказался верным. Каждый из нас, он является домостроителем, ну, Божьего Царства. И одно из важных характеристик, ну, вообще заветных отношений – это верность. Верность перед Богом, верность в семье, да, супругу или супруге, верность Господу в том, что Он поручил. Возможно, ну, верность там в служении, в общине, в церкви или тому, над которым Бог поставил тебя. Поэтому это очень важно. И второй момент, очень такой тоже важный – это, ну, святость. Господь говорит, будьте святы, потому что я свят. Знаете, в этом мире много вещей, которые, ну, пытаются нас отделить от святости. И быть, ну, быть святым человеком – это значит быть отделенным. То есть отделенным от этого мира. То есть ты отделен от того, от тех ценностей. Это значит, человек верующий, он не матерится. Ну, правильно как бы? Или можно как бы материться, да? То есть человек верующий, он не курит, не пьет. Ну, я уже не хочу говорить о тех вещах, которые, ну, занимает. И заветные отношения с Богом. Потому что, знаете, Господь, Он не хочет понебратского отношения. Он не хочет такой даже как бы простой дружбы. Ну, как бы так на одном уровне. Мы не можем быть с Богом на… Да, здесь есть отношения, ну, как Ишуа говорит, да, то есть, ну, вы мне как братья, то есть, да, то есть, ну, вы как друзья. То есть, ну, как бы дружеские отношения немножко в смысле в том, что я не могу делать, как я хочу, и жить, как я хочу. Все-таки есть Бог, а Он выше. Он выше, чем мы. И здесь дружеских отношений, как бы таких равных отношений, потому что дружеские отношения, это, ну, наравне, это на равных. Тем более понебратских отношений. Делаю, что хочу, живу, как хочу. То есть, заветные отношения – это, когда ты почитаешь, все-таки есть старший и есть тот, кто младше. И заветные отношения – это верность. Верность тому, что Бог призвал. И я просто хочу, на самом деле, и Бог, Он хочет, Он желает иметь с нами именно такие заветные отношения, отношения верности. Поэтому пусть Бог вас благословит. И мы смотрим в начале, когда Бог призывал народ, первое, что Он заключал с ними – завет. То есть, это самое такое, самое важное. А потом начинается, ну, потом с этого завета начинается все самое интересное, самое важное. Поэтому вы заключили с Богом завет. Поэтому храните тот завет, который вы заключили с Богом. Не позволяйте дьяволу, не позволяйте людям, друзьям в этом мире, ситуациям в этом мире украсть тот завет, который вы заключили с Господом. Поэтому это очень важно. Бог благословит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok